Они 7 лет не платили налог на недвижимость. Речь про жителей домов, построенных после 2012 года. Тогда перестали рассчитывать инвентаризационную стоимость, и те объекты, которые не успели посчитать, налогом не облагались. Теперь фискальная политика меняется. Расчет налогов будет производиться от кадастровой стоимости. Местным депутатам предложили выбрать процентную ставку по налогу от 1 до 0,3%. И народные избранники Барнаульской гордумы внесли в проект сразу максимально возможный коэффициент. По новому порядку собственники будут платить только за часть имущества. Не будет облагаться налогом 50 квадратных метров для индивидуального жилого дома, 20 для квартиры, 10 для комнаты. Тем не менее, не все депутаты поддержали проект. Сегодня в регионе с одними из самых низких зарплат может быть установлена ставка в 0,1, а впоследствии она может корректироваться в любую сторону, исходя из складывающейся практики получения каких-то дополнительных данных. Болезненный вопрос вызвал недлительные дебаты, в которых фракции и взывали к совести, и переходили на личности. Мне иногда было непонятно, когда один и тот же депутат говорит, с одной стороны, о том, что нужно какие-то вопросы решать в городе Барнауле, а с другой стороны, о том, что не нужно работать с налогами. Но Елена Викторовна сегодня мне, в принципе, все разъяснила. Когда она говорит о том, что налоги и бюджет – это не взаимосвязанные явления, тогда мне понятно. Поэтому у меня предложение провести соответствующую учебу, может быть, ряда депутатов. Не надо разъяснять, или не Викторовне. Она в курсе, просто перекладывать не надо. Это мы перекладываем. Снижение налогов с частных домов на многоквартирные. Но если сейчас сделать популистское решение и поставить сразу 0,1, у нас до 200 миллионов может выпасть налогов. Впрочем, это все меры предосторожности. Депутаты сами не знают, сколько потеряют от налогов после новой оценки имущества, ведь ее еще не провели. Пока большинством проголосовали за предложенную максимальную ставку. Народные избранники уверяют, что ее пересмотрят после переоценки недвижимости. А будет это или нет? Посмотрим, поживем, увидим.